МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. В студии Рустам Зонтария. Здравствуйте. Коротко о главном. Фейк или реальный документ? Протокол совещания Дмитрия Козака и Аслана Бжани от 19 августа вызвал бурную реакцию в абхазском обществе. МВД продолжает борьбу с нарушителями на дорогах и преступностью. Материалы пресс-службы ведомства. Помощь Кераз многодетным семьям 30 августа на республиканском стадионе началась выдача школьных принадлежностей. Фейк или реальный документ? Так называемый протокол совещания заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака с президентом Республики Абхазия Асланом Бжани от 19 августа 2024 года распространенный минувшей ночью в целом ряде абхазских телеграм-каналов вызвал бурное обсуждение и острую реакцию в абхазском обществе. Особенно его пункты 2 и 3, касающиеся, по сути, введения санкций в отношении Абхазии. Цитирую. Пункт 2. Минэнерго России совместно с Минэкономразвития России ПАО Интеррау проинформировать до 1 сентября 2024 года правительство Республики Абхазия об осуществлении поставок электрической энергии Республики Абхазия в осенне-зимний период 2024 года исключительно на коммерческой основе. Пункт 3. Принять к сведению обязательства абхазской стороны до 20 сентября 2024 года представить информацию о депутатах Народного собрания в парламенте Республики Абхазия и лидерах абхазской оппозиции, имеющих российское гражданство, действующих в ущерб интересам Российской Федерации и развитию российско-абхазских отношений для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства. Конец цитаты. Редакция информационного выпуска «Время новостей» на Абаза ТВ за соответствующими официальными комментариями обратилась в Управление по связям со СМИ администрации президента, а также в МИД Абхазии. Во внешнеполитическом ведомстве нам в устной форме заявили, что подобный документ туда не поступал. Более никакой информации по этому поводу у них нет. В то же время, как говорится в официальном сообщении администрации президента Республики Абхазия, в социальных сетях появилась информация о том, что президент Абхазии Аслан Бжаня взял на себя обязательства по предоставлению информации о депутатах парламента и лидерах оппозиции для решения их российского гражданства. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности. Президент Абхазии не брал на себя обязательств по предоставлению какой-либо информации. Конец цитаты. Между тем, оппозиционных партий, ряд оппозиционных партий и движений обратились к президенту Аслану Бжаня с требованием подтвердить или опровергнуть появившийся в интернете протокол встречи с замглавой администрации президента России Дмитрием Козаком. Как в частности отмечается в документе, учитывая беспокоенность и возмущение в обществе, обращаемся к вам с требованием отреагировать и подтвердить либо опровергнуть подлинность вышеуказанного протокола. В случае подтверждения подлинности документа требуем ваших пояснений. Обращаем ваше внимание, что отсутствие незамедлительной реакции на данное обращение мы намерены расценивать как факт, указывающий на подлинность вышеуказанного протокола. Обращение подписано председателями партий Форум Народного Единства Абхазии, АПСН, Республиканских Общественных Организаций, АРУА, АНД, Айтглера, Наша Столица, Айяйра, Ахеца, Экспертного Фонда АМТа, Комитета по Защите Суверенитета. Кроме того, 31 августа в столичном бизнес-центре Эверест состоится встреча общественности и оппозиционных организаций. Повестка – протокол совещания замруководителя администрации президента Российской Федерации с президентом Республики Абхазия. 30 августа – Международный день жертв насильственных исчезновений, который также называют «Международным днем пропавших без вести людей». Международный день пропавших без вести с 2010 года отмечается и в Абхазии. В Сухуми почтили память пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Сотрудники МИД Абхазии, столичной администрации, родственники пропавших без вести, представители общественности возложили цветы к мемориалу павшим в Отечественной войне народа Абхазии в парке славы. В Абхазии пропавшими без вести в результате военных действий числились более 170 человек. Останки 44 из них были найдены, идентифицированы и переданы семьям для захоронения. 127 семей все еще ждут информации о своих сыновьях и дочерях, чьи останки еще не найдены или не идентифицированы. Фонтан, посвященный памяти без вести пропавших во время Отечественной войны народа Абхазии, открыли в парке славы в Сухуми. Инициатива по созданию фонтана принадлежит общественной организации «Бридж», отметила руководитель организации «Женщины Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба. Помощь оказала администрация столицы. Автор фонтана – скульптор Мадина Бекуа. Фотовыставка памяти пропавших без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии открылась в Гудаутском музее имени Сергея Дбар. Экспозиция состоит из 96 копий снимков бойцов абхазской армии, чьи тела все еще не удалось найти. Директор музея Гугуца Джикерба рассказал о нескольких эпизодах той войны. Замглавы администрации Гудаутского района Виталий Агрба поблагодарил матерей павших бойцов за то, что они воспитали настоящих героев и сотрудников Международного Красного Креста, которые на протяжении многих лет занимаются поиском тел. Представитель организации «Бридж», которая в сотрудничестве с МККК ищет пропавших без вести с 2022 года, Астан Агарба отметил, что эта работа продолжается и выразил надежду на то, что она не прекратится, пока не будут найдены все. Заместитель министра иностранных дел Абхазии Раклей Тужба в интервью Абсне Пресс отметил роль МККК и движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» в процессе поиска и идентификации людей, пропавших без вести. Благодаря помощи этой международной гуманитарной организации нам удалось достичь определенных результатов. У нас налажено тесное взаимодействие с представителями МККК, проходят регулярные встречи, на которых мы обсуждаем дальнейшие планы по поиску пропавших без вести. Будучи нейтральным посредником, организация также продолжает осуществлять деятельность по сбору образцов ДНК среди семей, их дальнейшему анализу, а также участвует в процессе эксгумации. МККК совместно с движением «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» находится в постоянном контакте с близкими родственниками пропавших без вести. Конец цитаты. 9 октября 1992 года одного из любимых в Абхазии поэтов Таиф Аджба и еще нескольких абхазов забрали в неизвестном направлении грузинские гвардейцы. С тех пор о судьбе поэта ничего достоверно неизвестно. Память о нем в народе жива, как живы и вечно, но вы его искренние строки. После выпуска новостей смотрите театральную постановку на сцене Абхазского театра из архива Абаза ТВ, посвященную творческому наследию Таифа Аджба. Официальная хроника. 30 августа в Доме Республики в Уфе состоялась рабочая встреча президента Абхазии Аслана Бжани и главы Башкортостана Радия Хабирова на повестке «Вопросы укрепления международного сотрудничества и реализации совместных проектов». Аслан Георгиевич, искренне рад нашей встрече. Я хотел поблагодарить, что в эти юбилейные дни Уфы вы сегодня с нами. И это подчеркивает братскую связь наших народов. Огромное вам спасибо. Мы действительно последовательно работаем над реализацией ранее достигнутых договоренностей. Мы подготовили подписание на дорожную карту по расширению сотрудничества на ближайшие годы. И эта дорожная карта будет способствовать, конечно, нашему взаимодействию. В прошлом году пенсионеры из Башкортостана уже ездили в Абхазию в рамках проекта «Башкирско-абхазское долголетие». И мы получили очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждем открытия прямого рейса Уфа-Абхазии, потому что после открытия аэропорта мы обязательно откроем совместный рейс Уфа-Абхазии. И, конечно, поток туристов существенно увеличится. Расширяется наша взаимная торговля. Растут объемы продаж абхазской вина и фруктов. И на абхазском рынке уже работают наши башкирские предприятия. Безусловная составляющая башкирско-абхазских связей – это культура. В марте этого года одним из самых ярких событий на башкирской сцене было выступление оперной певицы Хиблы Герзмалы. А в прошлом месяце в музыкальном фестивале в Сухуме принял участие наш Эльдар Абдарзаков. Поэтому то, о чем мы с вами договаривались, говорили, что будем в однице, том числе и творческими коллективами, уже работает. Рад, что в самое скорое время, вот мы сегодня уже посмотрели, новой визитной карточкой Уфы станет колоннада, копия той, которая стоит на Сухумской набережной Махаджиров. Мы ее, дай бог, все вместе откроем уже в октябре этого года. И это будет действительно одно из самых ярких, наверное, мест и достопримечательностей нашей Уфы. Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что приняли участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею Уфы. Это очень большой для нас и мотив, и знак о готовности Абхазии с нами развиваться. Поэтому будем считать, что наша работа идет хорошими темпами. Спасибо, уважаемый Радий Фаратович, Андрей Геннадьевич, спасибо за приглашение. Взаимоотношения между Абхазией и Российской Федерацией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с субъектами Российской Федерации – это задача номер один. Нас с вами связывают давнишние отношения, отношения взаимного уважения, взаимной поддержки. И это уходит в глубокую историю. Я очень рад быть сегодня здесь, на этом большом празднике. То, что происходит в вашей республике, те изменения позитивные, которые очевидны, в столице вашей республики, они радуют. Они радуют вас, являются примером для того, чтобы некоторые вещи перенять. Вот сегодня мы были в ситуационном центре, очень все технологично, интересно. Все это, конечно же, повышает уровень обслуживания населения городскими руководителями. Это очень здорово. И такие примеры мы, конечно же, постараемся перенять. Ну и тот большой грандиозный памятник, который сегодня возводится здесь, так бы я назвал, памятник дружбы между нашими народами, памятник, который будет стоять, пока светит луна и солнце. Это грандиозное событие. Большое вам за это спасибо. Мы, в свою очередь, всегда будем ждать дорогих гостей из Башкирии. Пользуясь случаем, еще раз хотел бы поздравить вас с этим праздником, пожелать вам всевозможных успехов. Желаю вам успехов на выборах, прежде всего. Ваша команда очень эффективна, очень много доброго, хорошего сделано. И продолжать в таком же духе. Спасибо еще раз за приглашение. Наше сердце правильно лежит вам. Спасибо. Кроме того, Аслан Бжане посетил место, строящееся в Уфе колоннады, в честь дружбы между Абхазией и Башкортостаном. В октябре откроем, но в октябре мы с вами еще одну вещь, чтобы вы еще раз приехали. Мы утвердим эскизы. Там будут стоять башкирские воины, здесь будут стоять абхазские в национальном костюме, в башкирском национальном костюме. Это бронзовые статуи будут делать, мы сами изготовим. Нам нужно утвердить, соответственно, точные. На следующий год когда приедете, их откроем. Да, на следующий год их откроем. Вот план такой. Правда, очень спасибо вам за вот эту историю, которая пришла в вашу голову. И она уже... Вот это как красоту надо распозвести. Каким чувством, с каким настроением прибыли в Уфо на празднование юбилея города? Вы знаете, я испытываю огромную симпатию к вашей республике, к людям, проживающим здесь, к руководителям вашей республики, к Раде Фаридовичу, к премьер-министру. Для меня это радостное событие, и абхазская делегация прибыла именно с такими мыслями. На все это накладывается очень красивая история, связанная со строительством копии Сухумской колоннады. Эта история будет существовать на вечные времена, пока есть солнце, пока есть луна. Жители Уфы будут знать, что такое Абхазия. Я думаю, это величайшее событие, которое связывает наши народы, сплижает их. Мы очень рады тому, что увидели здесь. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить жителей прекрасной республики с этим праздником и пожелать им мира и процветания. Все великолепно, все хорошо. Будет дальше еще лучше, потому как народ трудолюбивый, руководители достойные. Не вижу ни одной причины, по которой будущее не может не быть светлым. Это великолепное место, великолепное исполнение, благородный, красивый камень. Я думаю, это будет лучшее место протяжения, одно из лучших мест в Уфе. А может, даже не только в Уфе. К другим темам. В Сухуме прошло координационное совещание представителей силовых и правоохранительных структур. Смотрите материал пресс-службы МВД. В Сухуме прошло координационное совещание представителей различных силовых и правоохранительных структур, инициированной военной прокуратурой Республики Абхазия. В ходе совещания под председательством заместителя генерального прокурора, военного прокурора Руслана Тарба, обсудили проблему привлечения к ответственности сотрудников силовых ведомств и правоохранительных структур, допускающих нарушение правил дорожного движения. Сегодня очень актуальная проблема именно вопрос, вопросы, связанные с нарушением правил дорожного движения. Поэтому эта тема у нас сегодня на повестке дня. Ну а также особенности привлечения к ответственности именно военнослужащих. И именно нарушение правил дорожного движения военнослужащими вооруженных сил Республики Абхазия. В состав вооруженных сил входят много подразделений Министерств и ведомств нашей страны. И возникает много вопросов. Так как очень много водителей транспортных средств являются военнослужащими, они могут быть за рулем служебных автомобилей, так и за рулем личного автотранспортного средства. На совещании присутствовали представители Минобороны. МЧС, СГБ, ГСО, Госмиграционные службы, агентство правительственной связи, в Рио начальника УГИ МВД Дамии Авицба. Главный дорожный инспектор страны подчеркнул, что нарушение правил дорожного движения при управлении служебным и личным автотранспортом, личным составом силовых и правоохранительных структур недопустимо. В ходе встречи Авицба проинформировал присутствующих о состоянии аварийности в республике, отметил основные причины дорожно-транспортных происшествий с сотрудниками. Привлечение к дисциплинарной ответственности работников в системе Министерства внутренних дел, службы госбезопасности, государственной службы охраны, прокуратуры и других силовых структур по факту нарушения ими правил дорожного движения мы пытаемся вывести на новый уровень. По моему поручению, при поддержке руководства Министерства внутренних дел инспекторам во всех районах поручено реагировать на нарушения ПДД составных силовиков своевременно составлять протоколы и отправлять по месту работы нарушителя. Вынужден констатировать, что и тут мы сталкиваемся с недопониманием сотрудников, составных коллег. Большинство, подчеркну, абсолютное большинство наших писем остаются без ответа. Говорю о необходимости активации работы в данном направлении. Я, безусловно, рассчитываю на вашу поддержку. Мы сами дискредитировали образ правоохранителя. Сегодня на каждом из нас ярлык. Нарушил, показал корочку и поехал дальше. Из-за нескольких нарушителей страдает репутация сотен правоохранителей. Безнаказанность порождает вседозволенность. Абсолютно верно пишут нам люди в соцсетях «начните с себя». Вот я предлагаю вам начать с себя, а мы на этом сложном пути все вместе будем руководствоваться буквой закона. Присутствовавшие на совещании сошлись во мнении, что необходимо вводить в практику совместные рейды с участием представителей военной автоинспекции СГБ ГСО. Кроме того, принято решение проведения на местах беседы руководителей служб с личным составом с приглашением в РИО начальника УГАИ. Также было озвучено предложение о том, чтобы копия сопроводительного письма к материалам о правонарушении сотрудника силового либо правоохранительного ведомства направлялась в обязательном порядке военную прокуратуру Республики Абхазия на контроль. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия, а житель города Гагра обвиняется в незаконном ввозе в Республику Абхазия и сбытии наркотических средств. Смотрите материалы пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Аршба Эрик Фридонович 1975 года рождения житель города Сухом управлял автомобилем в наркотическом опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичное правонарушение. Миквабия Тимур Игоревич 1979 года рождения житель Гулырыбшского района управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Когоня Том Аликович 1982 года рождения житель города Сухом управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Николава Джимал Читиевич 1972 года рождения житель Гулырыбшского района управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Рикан Чан 1967 года рождения проживающий в городе Сухом управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Урумян Акоп Саркисович, 1966 года рождения, житель Гагрского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Автандилов Беслан Константинович, 1955 года рождения, житель города Гудаута, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Габуния Игорь Николаевич, 1985 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Лиманджава Мурман Валикоевич 1956 года рождения, житель Галовского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Багаев Эдуард Сасланович 1967 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Кокоскир Эраст Викторович 1978 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Аганисян Артура Шотович, 1982 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении, ранее лишенный водительского удостоверения за аналогичные правонарушения. Борцец Руслан Бесланович, 1988 года рождения, житель Гагарского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Пачули Анрик Лоренцевич, 1994 года рождения, житель города Сухом, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Зонтария Рамин Романович, 1985 года рождения, житель города Сухом, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Лагинзе Рамаз Эдикович, 1985 года рождения, житель Ачемчирского района, отказался от медосвидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Жителю города Гагра Осипову Анзору Витальевичу 1980 года рождения предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренных пунктами А и Б, части 3 ст. 224, прим. 1, пунктами А и В, части 3 ст. 224, части 1 ст. 224 и части 1 ст. 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Преступную деятельность гражданина Осипова выявили сотрудники УКОН МВД в ходе проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий, в результате чего последний был задержан оперативным составом наркоконтроля совместно с уголовным розыском УВД по Гагрскому району и службы государственной безопасности с поличным в городе Гагра. На момент задержания Анзор Осипов хранил при себе, как установленный экспертами, наркотическое средство метадон в крупном размере. Согласно материалам уголовного дела, гражданин Осипов, создав устойчивую преступную группу с целью незаконного ввоза и сбыта наркотических средств на территории Республики Абхазия, организуя очередную поставку запрещенных веществ, получил координаты тайной закладки в городе Сочи. Из указанного места один из его соучастников перевез в Гагрский район наркотические средства в особо крупном размере и был обвиняемым для последующего распространения. Два свертка с каннабисом и порядка 61 грамма сильнодействующего наркотика мефедрона обвиняемый хранил по месту жительства, который намеревался сбыть. Также гражданин Осипов обвиняется в незаконном приобретении хранения боеприпасов. Разнокалиберные патроны были обнаружены в ходе обыска домовладения последнего. Уголовное дело расследует Следственное управление МВД Абхазии. Анзор Осипов содержится под стражей. Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС Абхазии по грануправлению ФСБ России в республике провели совместный рейд вдоль акватории Сухума. Они проверили береговую инфраструктуру по размещению и эксплуатации маломерных судов. Рейдовые мероприятия не выявили существенных нарушений в деятельности судовладельцев. Сотрудники таможенного поста ПСУ изъяли незадекларированные табачные изделия, сообщает пресс-служба ГТК. При досмотре автомобиля Hyundai Solaris, направлявшегося из России в Абхазию, таможенники в багажном отделении машины обнаружили 1010 пачек сигарет без марок акцизного сбора. За рулем автомобиля находился гражданин России Заргарянц с пассажиром гражданкой республики Абхазия Халваш, которой принадлежали табачные изделия. Материалы дела направлены в отдел дознаний и таможенных расследований ГТК Абхазии. Все ближе к 1 сентября. С 30 августа на республиканском стадионе города Сухум началась выдача школьных принадлежностей в помощь многодетным семьям. Акция, получившая название «Счастливая 1 сентября», организована благотворительной организацией Керас. Подробнее в репортаже Нестера Инапшба. Совсем скоро, 1 сентября. Радостный день для детей и хлопотный для их родителей, которым нужно обеспечить любимых чад всем необходимым. Особенно остро этот вопрос стоит для тех, у кого в семье 5, а то и 8 ребят. И чтобы помочь им, благотворительная организация Керас уже много лет устраивает акции по покупке канцелярских принадлежностей. Акция «Счастливая 1 сентября» у нас традиционная. Мы проводим ее на протяжении 9 лет. И с каждым годом количество детей, которых мы хотим охватить, увеличивается. Все, что сегодня здесь находится, все, что мы раздаем, канцелярия была приобретена примерно на сумму до миллиона рублей. Мы смогли собрать на сегодняшний день при помощи различных акций, мероприятий и благодаря бизнесменам и неравнодушным гражданам сумму в размере 750 тысяч рублей. То есть на данный момент нам не хватает примерно 300 тысяч рублей для того, чтобы расплатиться за все то, что мы сегодня раздаем. Но мы надеемся, что наши люди нас поддержат. Что касается набора школьных принадлежностей, как обычно, ежегодно мы обеспечиваем детей полным набором школьных принадлежностей. Это начиная от ручек, заканчивая красками, цветными бумагами, картоном и так далее. Вот. Как я сказала, мы планируем обеспечить около тысячи детей в этом году. Список выдаваемых вещей разнится в зависимости от потребности семьи. Из года в год в наборы добавляются необходимые вещи. Но часть из них может быть и убрана. Если семья приобрела нужную канцелярию самостоятельно. Киарас старается поддерживать связь с многодетными семьями, чтобы заранее определять объем необходимой помощи. Немалую поддержку оказывают и волонтеры. Вот. Сегодня среди волонтеров, это волонтеры, во-первых, Государственного комитета по делам молодежи и спорту. Около 15 человек, я так понимаю. Также здесь присутствуют другие люди, которые просто откликнулись и готовы нам помочь. Наши подопечные также помогают нам, они уже знают весь этот процесс. Поэтому сегодня нас много. Продолжать раздачу мы будем на протяжении 3-4 дней, основную часть. А все люди, которые не успели, они будут приходить за канцелярию уже к нам в офис на протяжении 10 дней. Обычно так у нас бывает. Для многих из тех, кто сегодня собрался здесь, помощь организаторов неоценима. Каждый год они экономят этим семьям с десяток тысяч рублей, снабжая канцелярией на несколько месяцев. Скажем так, большую часть вещей, обуви и портфелей заказывали в онлайн-магазинах, потому что это дешевле. Но обошлось на данный момент 48 тысяч. Это еще одного мальчика. Брюки и обувь я не считаю, потому что пока не придумали ничего. А так команда Керас каждый год помогает канцелярии школьными принадлежностями. Ручки, тетради, дневники, какие-то для рисования принадлежностей. Это все обеспечивает Керас почти на полгода хватает. Нам очень сильно помогает афонский батюшка. Это их организация каждый год. И, конечно, КАМА группе. Они тоже сильно помогают не то что канцеляриям, так и с тоном-осном. Мне лично очень много. Первое, то, что необходимо одевать. Нам каждый год помогает батюшка Шелезан. Мы очень благодарны. Здесь канцелярия бывает, что вещами. Бывает еще и домашними, не знаю, там, все, что нужно. И продуктами бывало помогали. Очень-очень сильно. Мне лично очень много помогали. Конечно, Керас не в силах охватить всех, кто нуждается в помощи. Но они не остают просьбу о ней без ответа. Просто так прийти и получить у них, к сожалению, не получится. Потому что, опять-таки, мы определенное количество заказали канцелярии. Есть позиции, которые мы понимаем, что могут нам не хватить. Ну а так, конечно, они могут просто позвонить. И это уже в процессе ситуации. Мы можем сказать, да, мы можем вас принять или нет. Мы, к сожалению, не можем вам помочь. Это все будет зависеть от того, сколько наших детей мы охватим. Если что-то останется, то, естественно, мы готовы раздавать. Благотворительная организация Керас уже почти 10 лет борется с бедностью и социальной несправедливостью в Республике Абхазии. Но во многом она полагается именно на помощь обычных граждан. Как финансовую, так и волонтерскую. Нестер Инапшба, Надежда Боровикова, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. В Абхазском государственном университете учебные занятия в первом семестре 2024-2025 учебного года на дневном отделении начнутся с 16 сентября. Об этом сообщает отдел информации и медиа коммуникации АГУ. Ликвидация академической задолженности студентов будет проходить со 2 по 13 сентября согласно расписаниям, утвержденным на факультетах. Государственный русский театр драмы имени Искандера объявляет о приеме заявок на конкурс пьес, посвященных жизни, деятельности и личности Владислава Ардзенба, связанных с ним историческим событием, национально-освободительной борьбе абхазского народа. Приближающееся 80-летие основателя современного абхазского государства должно стать импульсом к осмыслению событий новейшей истории Абхазии, в которых ярко проявилась роль Владислава Ардзенба. И самой личности лидера нации художественными средствами отмечается на странице Русдрама в Фейсбуке. Заявки принимаются до 14 мая 2025 года в электронном виде по адресу info.ruzdram.org. Участником конкурса может быть гражданин Республики Абхазия, достигший совершеннолетия, а также любой иностранный гражданин. Печальная весть. Коллектив телекомпании Абаза ТВ выражает искренние и глубокие соболезнования своему коллеге, телеоператору Тимуру Бачи Гугохе в связи с безвременной кончиной после тяжелой болезни сестры Илоны Гугохе Качабала. Продолжаем выпуск. Туризм и рейтинги. Продажи туров в Абхазию по раннему бронированию выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Как сообщил Российский союз туриндустрии, объемы продаж туров зарубежно, осенние каникулы и Новый год растут. В топе остается Турция, показавшая рост в три раза. Затем идут Объединенные Арабские Эмираты, в два раза Таиланд, в четыре раза. Средняя глубина бронирования на зимний сезон составляет пять месяцев. Средняя продолжительность отдыха 9-10 ночей. Сейчас о погоде. В выходные дни 31 августа и 1 сентября в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Атмосферное давление нестабильное, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 19 до 24, днем от 28 до 33 градусов. Температура морской воды 27 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха от 60 до 80 процентов. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи в эфире. Удачных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова